Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видеоролике мы с вами обсудим тему, которая касается поставок консолей, когда их привезут и тому подобное. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также ловите промокодик на Кинопоиск HDMulti, который даст вам 60 дней бесплатного пользования данной подпиской и помимо этого еще всякие плюшки от Яндекса по типу полного доступа к Яндекс.Музыка, скидке Яндекс.Драйв и так далее. Промокод, если что, сработает только для новых аккаунтов и если что, ссылку на активацию я оставлю в описании, поэтому переходи, забирай и давайте начнем. А начну я с того, что меня до сих пор не покидает чувство странности NextGen. Да, я уже более-менее смирился с тем, что нету новых игр, кстати, большое спасибо функции обратной совместимости за то, что не дает заскучать в данный период, но вот с тем, что не хватает консолей на старте нового поколения, смириться пока не могу, поскольку в России новые консоли Xbox Series, если я не ошибаюсь, не поступали в свободную продажу где-то с ноября. Да, я прекрасно понимаю, что в каких-то магазинах завозили бокс, их можно было взять с витрины, но таких историй я видел, к сожалению, очень и очень мало и среди подписчиков таких нету практически вообще. А если и есть, то только в маленьких городах. Предзаказы также появляются очень редко и даже у тех, кто предзаказал, иногда предзаказы просто слетают. Короче, на данный момент консоль Xbox Series не купить за прежний ценник, увы. Хотя, в принципе, о чем я, если даже консоль Xbox One сейчас в дефиците и они также очень редко стоят на полках магазинов. Знаете, мне еще показалось странным, что в каких-то магазинах нет каких-то витрин с Xbox Series и будто его вообще не существует. Если же на PlayStation там стоят какие-нибудь фейковые коробки, можно купить аксессуары, наушники и просто стоят витрины, что PlayStation 5 вообще вышло, да? То в тех магазинах, в которых я был, там у Xbox Series практически не сказано вообще и как-то вот, ну, все это немножко странно. У многих в связи с этой ситуацией возникает вопрос, а когда это все закончится, когда все-таки Xbox можно будет спокойно купить? Это, кстати, один из самых популярных вопросов в последнее время в моем ЛС. И как раз-таки недавно вышла новость, которая дает частичный ответ на всю эту ситуацию. В ней говорится, что проблема с поставками консолей Xbox Series X и S сохранится, внимание, до второй половины 2021 года. Девочки, я в шоке. И это пока только предварительная информация, потому что ранее тоже были новости о том, что вроде как все закончится в марте, потом перекинули на апрель. В итоге нужно будет ждать как минимум до июня. И поэтому в связи с этим всем дружно предлагаю прожать F за тех, кто хотел, но не успел купить Xbox Series. И давайте продолжим. Кстати, вся эта ситуация происходит из-за того, что AMD просто не хватает мощей и она пока не способна предоставить все нужные компоненты в таком объеме, в котором от нее просят. Но меня в этой теме еще волнует некая странность высказываний Фила Спенсера. Кстати, это не первый раз, когда в его высказываниях какая-то несостыковка с действительностью. Если что, вот что было сказано до начала продаж. В нашей цепочке поставок мы хорошо относимся к аппаратной части. Чувствуется, что мы можем получить достаточно единиц. И вы знаете, что мы довольно преданы делу, о чем мы говорили о всемирном запуске, который, к сожалению, мы не сделали с Xbox One. Вы помните, как смотрели это из кампуса Nintendo? Нам потребовалось месяцы и месяцы, чтобы выйти на некоторые из невероятно важных рынков. И запуск во всем мире важен для нас. То есть, в принципе, он был походу уверен, что консолей будет достаточно. Да, может быть, это так и произошло, но по одной из информаций было сказано, что PlayStation 5 продалась где-то вдвое больше, чем Xbox Series. И тут у меня возникает странность, поскольку Sony сразу же призналась, что у них будет дефицит. Типа, ребят, сори, мы не успеваем сделать столько много консолей, поскольку желающих очень много, консолей мало. Короче, сори, будет дефицит. Xbox в этот момент он просто молчал. И, соответственно, сложилось такое впечатление, что у Xbox все хорошо, что консолей хватит всем. В итоге, видите, какая ситуация у нас на рынке. И если в этом случае начать мыслить глобально и сопоставить с продажами, то, получается, Xbox справился хуже с объемами консолей, чем плойка. Хотя, в принципе, они говорили, что у них все будет нормально. Короче, может быть, я думаю не в ту сторону, но в любом случае для меня это как-то все это очень странно. Но это еще часть беды, поскольку консолей на полках, может быть, было бы и больше, если бы не перекупы. Да, как я сказал ранее, консолей практически нет, но не даром я сказал про ценник, а именно прежний ценник. Если покопаться на вид или зайти на какие-нибудь другие интернет-магазины, то, оказывается, консоли есть, но они, к сожалению, не за прежнюю цену. Так скажем, более сообразительные люди в данной ситуации просто купили консоль под завес и теперь наваривают денежку на хлеб. Ну или просто кто-то повышает стоимость, поскольку консоли сейчас в дефиците. Я таких людей не осуждаю, поскольку каждый зарабатывает как может, но предпринимательская жилка у этих людей прям в норме. Поскольку наценку на S где-то от 3 до 6 тысяч, а Xbox Series X на наценку делают где-то от 10 до 15 и это как минимум. Короче, если посчитать, навар с одной консоли такой прям нормальный будет. И если честно, в этой ситуации мне очень интересно узнать, неужели кто-то за такую цену консоли покупает? Если вдруг кто-то из ваших знакомых продает или кто-то из ваших знакомых купил за повышенный ценник, напишите об этом в комментариях, потому что мне реально интересна эта ситуация. Просто лично бы я, наверное, как и многие, просто бы не купил и ждал бы нормальных поставок. Если же в целом говорить о ситуации, то я, наверное, рекомендовал бы пока не продавать свои старые консоли ради новых. Поскольку если вы их продадите, вы в итоге можете сидеть как без новых игр, так и без новой консоли, поскольку они реально в дефиците. Да и если начать смотреть по факту, то окажется, что в новых консолях пока смысла большого-то нету. Да, повышенные показатели производительности, да, пару новых игр, да и в принципе-то все. Плюс этот дефицит играет, наверное, обладателем старых консолей немножко на руку. Пример с игрой Resident Evil Village. Изначально игра планировалась только под Next Gen, но, как вы уже все знаете, она посетит и восьмое поколение консолей, а именно PlayStation 4, Xbox One и так далее. И все это произошло, на мой взгляд, из-за того, что новые консоли в дефиците, и те, кто делают игру, если выпустят только на Next Gen, они ее не окупят или не заработают столько, сколько хотят, и поэтому они вынуждены выпускать свою игру еще и на старые поколения. Опять же, это мои мысли, может быть это не так, но я вижу эту ситуацию вот так вот. И поэтому, на мой взгляд, дефицит консолей немножко продлевает жизнь старого поколения. И если продолжить эту тему и ставить вопрос, а нужно ли сейчас покупать Next Gen консоль прямо сейчас, прямо идти за ней гнаться, я отвечу, что нет. Новая консоль чаще всего покупается для новых игр или для того, что нету на старых консолях. И в данный момент Next Gen имеет лишь пару игр, которые не вышли на Xbox One и повышенные показатели производительности. Все. И чтобы гнаться за новым поколением прямо сейчас, перекупать за бешеные деньги у перекупов консоль, ну, лично я не вижу смысла. Поскольку старое поколение еще живое, и если бы я рассматривал покупки Xbox Series, я, наверное, рассматривал как вклад будущий. Да, в любом случае, вас вынудят его купить, но я вам советую, наверное, подождать, когда просто будет нормально с поставками, и все. Поэтому советую вам не переплачивать перекупом, пока оставайтесь на старых консолях, играйте и, в принципе, ждите, когда нормализуются поставки. Опять же, это лишь мое мнение, я вам сказал, как сделал бы, если бы у меня не было Xbox Series, ну, а как сделаете вы, пишите об этом в комментариях. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос, если он вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Большое спасибо вам за просмотр, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok